Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Рустем Нуреев, доктор экономических наук, научный руководитель Департамента экономической теории в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации. Здравствуйте, Рустам Махмутович! Добрый день! Рады приветствовать вас в нашей студии, в нашем городе. Насколько я знаю, вы приезжаете уже не в первый раз, а во второй, и приезжаете для того, чтобы пообщаться со студентами Радиотехнического университета и прочитать им лекции. Если можно, расскажите в этот раз, какие темы вы затронули в своих лекциях и как пообщались со студентами? Я сегодня прочитал две лекции. Одна была посвящена Карлу Марксу. Дело в том, что 5 мая 2018 года исполняется 200 лет со дня рождения Маркса. Фигура довольно загадочная, как это ни странно может показаться, потому что 135 лет прошло со дня смерти, но до сих пор собрание сочинений его не опубликовано. Ни на немецком, ни на английском, ни на французском, ни на русском, ни на каком языке, она только продолжает, она только публикуется. Второе, наверное, любопытный факт заключается в том, что если на Западе его учение не принято было, был заговор молчания, как писал Фридрих Энгельс, то наоборот, страна, как писал в послесловии ко второму изданию первого тома «Капитала» России, это та страна, в которой его довольно активно приняли, изучали и так далее. Ну, приведу два маленьких факта, и они немножко характеризуют. В сентябре 1867 года вышел первый том «Капитала». Пять лет продавался тираж, аналогичный тираж, в 1872 году, изданный в России, разошелся за три месяца. За три месяца. Вот. С переводом его, кстати, на русский язык тоже масса анекдотов. Дело в том, что раньше русская цензура, если книга толстая, читали два цензура, а в первом томе порядка 700 страниц. Первый прочитал 350, ничего не понял. Второй начал с середины, ему понять было вообще довольно трудно, и поэтому заключение цензуры было довольно любопытным, что эту книгу мало кто прочтет, и еще меньше кто ее поймет. Ну вот в первом цензура ошиблась, но во втором она оказалась права. Возникает довольно наивный вопрос. Как вы думаете, почему и в 1867 году, когда вышло немецкое издание, цензура разрешила его распространение этой книжки в России, и в 1872, когда она вышла на русском языке? Причина тоже довольно любопытная. Дело в том, что в это время процветал, как мы теперь выражаемся, этот термин сейчас уже модный, тогда не использовался, терроризм. Вера Ивановна Засулич стреляла в Санкт-Петербургскую грандначальник. Но она не очень хорошо видела, и поэтому, слава богу, не убила его, но тем не менее ранила присяжные ее правдали. На Александра Второго, освободителя, который очень много сделал для России, отменил крепостное право, было семь покушений. В это время был просто отстрел государственных чиновников и так далее, включая даже первое лицо государства. А в книжке у Маркса было написано, что вообще эта история, это естественный исторический процесс, нельзя перепрыгнуть. Определенные ступени развития путем отстрела или убийства того или иного человека. То есть это надо, чтобы созрели предпосылки. Поэтому в этом смысле цензура была права, что эта книжка была более сложная. Другое дело, что книжка была не понятна. Хотя в 70-е годы, когда вышла книжка, появилось более 150 рецензий на «Капитал». И даже отмечал Маркс послесловие ко второму изданию, цитируя «Санкт-Петербургский вестник», что вот читают, изучают и так далее, выяснилось, что почти никто не понял. В 1914 году Владимир Ильич Ленин напишет замечание. Нельзя понять капитал Маркса. И особенно его первой главы, не пристудировав и не поняв, всей науки логики Гегеля. И дальше делает вывод, опубликованный в собрании тщинений. Следовательно, никто из марксистов не понял капитал Маркса полвека спустя. Эти слова относились не только к Плеханову или Кауцкому, Розе Люксембурге или Лафаргу, но и к самому Ленину, который издал «Развитие капитализма в России», и это я показал в своей лекции. Я думаю, что это для студентов было интересно, хотя немножко сложно. Современные студенты не читают. Старшее поколение, оно вообще слушало, затаив дыхание, и очень много вопросов было, но и молодежь тоже с интересом. Вторая лекция была посвящена экономическим санкциям. Два года назад я выпустил первую книжку об экономических санкциях против России, и она быстро разошлась, а сейчас вот буквально в следующем месяце выходит второе издание. Это не переиздание, и это не доработанное издание, а просто новая книга на ту же тему. Она посвящена, соответственно, экономическим санкциям Запада против России, российским антисанкциям, издержкам и выгодам конфронтации. Это тоже тема довольно актуальна. Студентам было интересно, потому что эти санкции касаются и нефтегазового комплекса, эти санкции касаются и банковского сектора, эти санкции касаются оборонно-промышленного сектора, что студентам довольно любопытно. И, кстати, я приехал, потому что студенты в Сочи на конференции в октябре, как раз с вашего института, университета подошли и попросили, а нельзя ли приехать к нам и рассказать. Конечно, это все-таки не экономический университет, университет технический. Тем не менее, современные студенты, они интересуются многими вопросами, тем более те, которые затрагивают жизненно важные вопросы нашей страны. Ну, я так понимаю, что вы довольно часто ездите по стране, по различным городам, читаете лекции. Почему вам интересно это? Почему интересен такой формат работы, общения с молодежью? Ну, дело в том, что так случилось, что и финансовый университет, он имеет 21 филиал, он не только в Москве расположен, это огромный университет, больше 100 тысяч студентов. Но я ищу не только в филиалы финансового университета, я старейший профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, у него тоже есть филиалы, и в Санкт-Петербурге, и в Нижнем, и в Перми. Кроме этого, на самом деле, у нас есть ассоциация, ассоциация национальных исследований, она существует уже довольно давно. Я являюсь главным редактором журнала Journal of Institutional Studies, это журнал, который включен в список Web of Science. Мои коллеги, они работают в разных университетах, поэтому довольно часто получается, ну, во-первых, конференции сами, которые организуют ассоциация, они проходят в разных городах, вот непосредственно в конце апреля будет в Казани, в университете инновационном имени Тимирясова. Но даже до него я буду в этом месяце в Северо-Кавказском федеральном университете, в Ставрополе. До Ставрополя я еще буду в Политехническом университете в Санкт-Петербурге имени Петра Великого. Это только апрель, и это вторая половина, потому что сейчас Рязани, а вот буквально два дня назад я приехал из Санкт-Петербурга, это был Санкт-Петербургский экономический конгресс. Но Санкт-Петербургский экономический конгресс – это общение с коллегами, и это тоже очень важно. Алиса в стороне чудес как-то заметила, что надо изо всех сил бежать, чтобы оставаться на том же самом месте. И сейчас, да, без общения с коллегами, без понимания, кто над чем работает и так далее, не только в нашей стране, потому что, соответственно, в мае я, скорее всего, буду где? Ну, наверное, в Испании и в Италии. Да, нет, в Испании в начале июня, скорее всего. Вот. Я член ряда международных ассоциаций, поэтому эти ассоциации. Но поездки по России для меня не менее интересны, чем поездки, там, в Вашингтон, или вот в Оксфорде я буду в июле, или в августе буду в Бейджине, в Пекине. А почему? Потому что, понимаете, наша страна тоже быстро развивается. Быстро меняется ситуация. Иногда медленнее, чем хотелось бы, конечно, но, тем не менее, Рязань тоже довольно быстро развивается, и многое сделано. Вот, правда, мне кажется, иногда не в лучшую сторону. Не знаю, Вашу программу «Город» и критиковать неприлично. Нет, почему? Нам было бы очень интересно узнать Ваши мнения. Ну, Вы знаете, мне кажется, что надо было бы более бережно относиться к историческому центру. Я понимаю, что это очень сложно, и довольно дорогой путь. Вот Санкт-Петербург пошел по этому пути. Москва, к сожалению, меньше. Но Москва просто побольше, поэтому там сохранилось больше районов, но тоже не всегда. Я не против, если остаются талантливые, уникальные. А когда вот получается что-то... Все-таки надо более бережно относиться. Рязань – старый город, интересный своей историей, интересный своими памятниками архитектуры. Один собор Якова Бухвостова, чего стоит, даже не говоря уже о замечательных других постройках. И, конечно, нужно вот как-то сохранять это вот, ну, не знаю, как окружение, что ли, атмосферу и так далее. Рустам Махмутович, ну, вот вы ездите по стране, по миру, но в данном случае меня все-таки Россия интересует. И в том числе общаетесь со студентами, а студенчество всегда было, наверное, одним из самых передовых слоев населения. Ну, беспокойных, молодых, да, цемяющихся, да, и так далее. Вы с ними общаетесь? С вашей точки зрения, насколько сегодняшняя молодежь подкована именно в экономическом плане и понимает ли, что происходит вокруг в экономике страны? К сожалению, не вся молодежь, естественно, понимает более того. Можно спорить, и я не сторонник традиционного системы образования, когда довольно активно изучали марксистско-ленинскую философию, марксистско-ленинскую политэкономию, там, научный коммунизм, историю партии и так далее. Но она, эта система была продумана. А сейчас вот буквально две недели назад я был в Подмосковье на совещании классических университетов, есть такое ФУМО, которое возглавляет экономический факультет МГУ и, соответственно, Департамент экономической теории и Высшей школы экономики. О введении курса по экономической грамотности выясняется, что большинство студентов неэкономических вузов этой экономической и финансовой грамотностью не обладает и попадает часто довольно в глупые ситуации. Поэтому в этом смысле, мне кажется, что нужно более серьезное понимание тех процессов, которые проходят в нашей стране, а они, к сожалению, тоже. Была реформа. Реформа была большая, когда мы перешли на западную систему, бакалавриат, магистратура и так далее. Но мы немножко увлеклись западными учебниками. Эти западные учебники, они списаны с американских или европейских, в лучшем случае, ну, большая частью американских стандартов. А вот национальную экономику люди знают гораздо хуже. Экономику России, да. И поэтому без изучения вот этих реальных процессов, которые происходят в нашей стране, конечно, и жить скучнее. И главное, что необходимые преобразования делаются медленнее, потому что люди не вполне адекватно понимают происходящие события, явления и прочее, прочее. Ну, например, сейчас огромная проблема, о которой наконец заговорил президент, хотя надо было об этом говорить уже давно или недавно, что мы отстаем. Ну, вот переведем просто простые данные за прошлый год. Темпы роста нашей страны были ниже, чем развитых стран. И в три раза ниже, чем страны, к которым Россия сейчас относится. Там было 5,3, а у нас 1,7 где-то. Понимаете, если мы из года в год отстаем от аналогичных стран, то есть расчеты, они довольно печальные, скажем, Соломона Кохана из Иразовского университета, что в 2050 году будем на уровне Нигерии. Точнее, Нигерия будет на уровне России. Понимаете? Поэтому это все очень серьезно. Вот. К сожалению, естественно, изучение этих экономических процессов и явлений должно быть более серьезно поставлено. Вы знаете, старшее поколение, кому больше 70, 80, 90 лет, часто опрашивают. И первое место занимает очень любопытный пункт. О чем сожалеют люди? Это рейтинг сожалений, достигнувший уже такого почтенного возраста. О том, что очень много времени было потрачено на нелюбимую работу. Поэтому те люди, которые занимаются любимой работой, интересным делом, они, конечно, счастливее. То есть важно не просто прожить 70 или 80 лет, что тоже неплохо. А как прожить? Понимаете? Получаю удовольствие. Кстати, один из четырех моментов вот в этом топ-сожалении говорится, ой, я мало путешествовал по миру. Четвертое место он занимает. Так что, вот видите, в этом смысле я пытаюсь преодолеть, потому что знакомюсь с разной аудиторией. Но и потом могу сказать, что для меня это очень важно. Я написал около 30 учебников. Если они до сих пор продаются и даже приносят мне доход, то это потому, что я чувствую аудиторию. Что интересно студентам. Ну и, по всей видимости, вы занимаетесь любимым делом. Любимым делом. Стараюсь, во всяком случае. Хотя не всегда получается. Ну, к сожалению, наше время подходит к концу. Было очень приятно с вами познакомиться, пообщаться. Надеюсь, что не в последний раз вы в Рязани. Нет, не в последний. Совершенно точно. Спасибо. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем нашим телезрителям всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова